Ассаламу алейкум. Несколько слов мне бы хотелось адресовать блогерам, людям, у которых есть каналы. И это обращение сугубо тем людям, которые занимаются интернет-общественной деятельностью в Чинете, которые мнят себя сторонниками независимости Чеченской республики, которые против Кадырова якобы, против Путина, против России, против всего этого. Мне хочется вам просто один вопрос задать. Вам не стыдно молчать, когда чеченское подразделение сегодня находится на территории Белгородской области и крошит врага? Вам не стыдно молчать? Это ли не доказательство вашей антигосударственной деятельности? Это ли не доказательство того, ну, ваше молчание имеется в виду, не доказательство того, что вам безразлична судьба чеченского народа и того, что происходит сегодня дома в Чечне? Вы готовы молчать и делать вид, что ничего в Белгородской области не происходит? Будете сидеть перед экранами без зазрения совести после всего этого. Вам должно быть стыдно. Хотя, к чему я? Если бы у вас была совесть, вы бы, наверное, наперебой постили бы видео, говорили бы о том, что сегодня на территории Белгородской области находится чеченское подразделение. Именно чеченское, ичкерийское подразделение с нашивками Ичкерии, с флагом Ичкерии. Тем же самым флагом, которым вы сейчас лицемерно прикрываетесь. Я душу. Ваше личные амбиции, ваши мнимые амбиции, можно сказать, они для вас важнее, чем правительство Чеченской республики Ичкерия, чем армия Ичкерия, чем спецназ Борс Ичкерия, чем каждый боец, который сегодня находится на территории Российской Федерации и громит врага. Только от одного понимания российской армии, то, что им на их территорию вошли бойцы Ичкерии, уже вселяет в них огромный страх. И вы должны были в том числе говорить об этом. Вот она, грань, вот эта линия, которая разделяет нас на вас и на нас, на истинных патриотов Чеченской республики Ичкерии и на мнимых патриотов. Так что задумайтесь.